Алена Харитонова, Екатерина Казакова. Ходящие в ночи. Книга первая. Женицы страданий. Читает Людмила Шаулина. И фирменного стиля трилогии. А после солнышко выглянуло. Благодать. Во дворах весе еще царила тишина, но уже тянулся над поселением дым очагов. Скоро возвратятся слова охотники. Молодежь придет с репища, дети из лесу. Тогда и оживет деревня. Рассыплется тишина на голоса, смех, виск, крики и радостный собачий лай. Летние дни длинные, светлые. Ночь на порог едва ступит, едва крылья свои черные над миром раскинет, а утренняя зорька ей уже в затылок дышит. Всегда бы так. Дед Врон, опираясь на крепкую клюку, сошел с крыльца и поковырял в скамье, устроенный нарочно для него в тени старой яблони. Здесь старик тяжело сел, прикрыл воспаленные глаза и подставил морщинистое лицо щедрому солнцу. Хлопнула дверь избы. Во двор вбежала девчушка весен восьми. Путаясь в подоле рубахи, она подлетела к блаженствующему старику и, селись казаться взрослой, проворчала. — Ты, деда, долго не сиди, а то стемнеет скорехонько! — накинула на сгорбленные плечи душегрейку и упорхнула обратно в дом. — Ягаза! — с затаенной нежностью прошептал вслед внучке Врон и вздохнул, когда подумал о том, что не увидеть уж ему, как придут за зарянкой сваты. Не дожить. Ветер ласково перебирал седые волосы. В яблоневых ветках свиристела птица. Хрипло прокричал петух. — Хорошо. — скрипнула калитка. Дед очнулся от дремы и открыл слезящиеся глаза. На двор с улицы зашел соседский парень, молодой, да только ноги едва переставлял. Горбилась некогда прямая спина. В смоляных волосах серебрилась седина, а глаза были потухшие. — Мира в дому, Острикович! — негромко молвил вошедший. — Мира! Карит! — ответил старик и подвинулся на лавке. — Садись. — Что? Мает на тебе. Гость опустился на скамью и кивнул. Врон посмотрел на него с жалостью. Уж полгода миновало с той поры, как заплутал Карит во время охоты в лесу и не смог вернуться в деревню засветло. Как голосила тогда его мать, как билась в избе, как причитала, — единственного сына забрала проклятая ночь, единственного мужчину украла из дома. Едва рассвело, все деревни отправились на поиски, хотя знали, найти не удастся. Так и вышло. На охотничьей заимке парень не ночевал, и куда делся, не хотелось даже гадать. Но седьмицу спустя вернулся Карит. Приди он ночью, не пустили б, но молодой охотник явился белым днем. Первым заприметила усталого путника ребятня и с визгом кинулась по дворам схорониться. Лишь мать не побоялась выбежала навстречу, повисла на шее, рыдая и причитая. Вот только словно мертвый был сын. Ничего не говорил, смотрел в пустоту и стоял, опустив руки вдоль тела плетьми. Зазвали его в дом, в знахарке. Та оглядела несчастного, но не нашла ни единой раны на белом теле, ни единого синяка. Лишь деревянный оберег, висящий под рубахой на шнурке, был словно изгрызен чьими-то острыми зубами. Сколько не расспрашивали парня, не говорил тот ни слова. Бедную мать отговаривали пускать его в дом, но та заупрямилась, мол, лучше всей семьей сгибнем, чем родную кровь оставлю ночью за порогом. По счастью, не сгибла семья. Мало-помалу вошел Карит в ум. Но что случилось с ним в ночном лесу, так никому и не рассказал. Однако с той поры словно жизненный огонь погас в молодом, крепком и прежде смешливом парне, первом женихе деревни. Ходил он теперь, едва волоча ноги, и никакой работе не был способен. Не держали некогда сильные руки ни топор, ни плуг, ни рогатину. Говаривали, будто Карит скоженный, мол, зачаровал его кровосос, и не будет теперь горе-охотнику ни жизни, ни радости, пока не скинет он себя злое колдовство и пока не возьмет себе ходящей в ночи новую жертву. Ох, как боялась весь! Едва солнце к горизонту начинало клониться, все по избам хоронились. Но прошло уже полгода, а люди в деревне, хвала хранителям, не пропадали. Кариду делалось то лучше, то хуже, да только прежним он все одно не стал. «Муторно мне, дедушка», — сказал, наконец, парень, с трудом выталкивая слова. «Страшно». Врон помолчал, раздумывая о чем-то своем, а потом заметил. «Ты, да преж, трусом не был». «Не был», — негромко произнес собеседник. «Но, да преж, так не боялся. Да преж, я страх побеждать умел, а теперь разучился. Слаб сделался». Врон улыбнулся. «Тю! Будь страх противником легким, ни одного труса б на свете не осталось. Так ведь только страх карид человеку не просто так даден. Хранители не зря упредили, что любая живая тварь бояться должна. На пользу. Но есть страх стыдный, а есть простительный». «Как это?» — безо всякого интереса спросил парень. «А так, вот с нежити ночной бояться стыдно?» «Нет. Как же ее не бояться, ежели человек с ней совладать не умеет?» «А поступков дурных стыдно бояться?» «Ежели нет, ибо какой-то страх. Это совесть наша тревожится. А пройти мимо слабого, побоявшись его защитить, стыдно? Еще бы! К самому слабости ведь. Тот-то. Видишь, сколько их страхов разных. И все со смыслом. Так что не всякий перебарывать нужно, а лишь тот, который человека гажи делает». Согбенный парень грустно усмехнулся и сказал. «Просто у тебя все, дед. Только не так-то это легко перебороть». Старик кивнул. «А ты как думал? Победить всегда трудно. На то мужество надо. А мужество только от любви пребывает. Любовь — сила полноводная. Ради ее лишь страхи забывают. Она и душу исцеляет. Так-то». Карит слушал старика и глядел в пустоту. О чем он крученился? «Поди угадай». Но уже к ночи пропал парень бесследно. Не нашли его ни на следующий день, ни через седьмицу. Только горько причитала мать, да плакала зарянка, которой обещал он смастерить соломенную куклу.